На самом деле, и вся страна, вся Россия знает от Рамзана Ахматовича отношение чеченскому народу к царю и к царской России, и какие были отношения тогда у чеченцев и у других национальностей к царю и к той России, которая была. Чеченцы особенно были очень близки к царю. Мы знаем исторические факты, когда для России была опасность, и была создана дикая дивизия в то время, так называемая, и туда входили все горцы Северного Кавказа, и они с честью, с доблестью отстаивали целостность России и выполняли те указания, те поручения, которые были даны царем по спасению России в то время. Рамзан Ахматович очень четко и ясно выразил отношение народа и своего, как главы региона, к этому фильму, который сегодня нам хотят продемонстрировать и показать царя ни в благовидном, ни в хорошем свете, так скажем. Мы очень отрицательно относимся к этому. Я, в первую очередь, как гражданин России и Ченской Республики, и как депутат Государственной Думы, и я знаю отношения наших депутатов, членов Совета Федерации, к этому фильму и к этой ситуации в целом. Она очень отрицательная, и я не увидел ни одного нашего депутата или члена Совета Федерации от Чеченской Республики, чтобы это поддерживать. Естественно, мы поддерживаем ту позицию и мнение главы Республики, героя России Рамзан Ахматовича и нашего народа. Мы все знаем историю России, она во времени недолгая, если брать от царя. Поэтому при царе Россия развивалась, Россия была чуть ли не на первом месте в мире по экономическим факторам, по стабильности и так далее. Кому-то это не нравилось. Кому это не нравилось, мы сегодня знаем, понимаем. Тем же, кому сегодня нынешняя Россия во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. То, что мы не становимся на ноги, что у нас все получается, что мы не разделяем на вероисповедание, на национальности. И то, что мы живем вместе тысячелетиями на этой земле в России, то кому-то это не нравится, они хотят ее разделить. С чего нужно начать? Начали в 90-х. Хвала Всевышнему. У них это не получилось. Тогдашние руководители, мы все понимаем, знаем, какими они были при всех их плохих. Наше отношение к ним плохого сегодня о мертвых говорит нехорошо, поэтому Всевышний сам рассудит и даст ему должное за то, что погибали в Чечне и российские, русские солдаты, и чеченцы, и еще кто, разницы нет. Поэтому мы все россияне и сегодня Ахмат Хаджик Кадыров нам заложил тот фундамент, тот путь определил для чеченского народа, для нас самые трудные времена для России. Мы знаем, что в 2000 году чуть ли не вопрос стоял о развале страны в целом. Благодаря Всевышнему, то, что появился Владимир Владимирович Путин и Ахмат Хаджик Кадыров, все-таки мы сумели и смогли прийти к сегодняшнему дню и не дали развалить страну в целом. Поэтому нашим врагам, врагам России не нравится то, что сегодня делается в Чечне, то, что Чечня развивается, что то, что в Чечне не разрешают пить там и нету разврата, то есть это тот фактор, который не нравится им. И об этом они говорят и не стыдятся, и мы сегодня видим, в грязи погрелся весь мир, где находятся там американцы или продвинутая Европа, так скажем. У них нету семейных ценностей, у них нету человеческих отношений. Когда это все теряется, то тогда Всевышний Бог, он наказывает. Я думаю, что будущего у них нету, потому что они отходят от религиозных принципов, от религиозных отношений, которые изначально заложены Всевышним для человечества. Мы все люди прежде всего, и потом уже религия, потом уже национальности, цвет кожи и так далее. Мы должны очень толерантно и с терпимостью относиться друг к другу. Я бы хотел заметить то, что начался вот этот момент, что будут показывать фильм «Матильда» и так далее. Даже я, будучи в Москве, в Государственной Думе, встречаясь с молодежью, молодежь, она российская, она многонациональная, многоконсессиональная. Кто бы со мной ни встречался, они все отрицательно относятся к этому, однозначно. И все говорят, что мы не дадим, и будут очень сильные и тревожные волнения, если это будет показываться где-либо в кинотеатрах, в Москве или еще и так далее. Поэтому у нас однозначная позиция, позиция чеченского народа озвучена главой республики, героем Россиером Зан Ахматовичем. Мы против этого фильма и против такого отношения к царю и истории России. Поэтому людей нельзя делить, и в этом только наша сила. Особенно в России. Если мы будем делить на религиозные и на национальные, и на разные, если мы будем людей делить, то это как раз то, что они будут использовать. Поэтому мы все россияне, это наш общий дом, мы должны строить, помогать друг другу. Нам сам Всевышний это говорит. Ничего не нужно искать, ничего не нужно придумывать. Поэтому, а те, кто хотят нас разделить и уничтожить, как тогда еще царя и его семью и детей. Вот вы даже думайте, мы борясь с международными террористами с 51 государства, которые были засланы в Чечню для развала России. Мы никогда не трогали их семей, детей, жен. Никогда не было случая, чтобы Рамзан Ахматович дал поручение, чтобы мы как-то относились плохо к их женам, детям, старикам, семьям. Представляете? То есть вот это и есть правильность пути Ахмада Хаджи Кадырова, который начат Владимир Владимировичем Путином и Ахматом Хаджи Кадыровым. Поэтому мы должны это беречь, если мы сегодня это потеряем, а это есть начало того, что нам навязывают вот этот фильм. Потом завтра начнут еще найдут что-то, потом начнется еще что-то и вот так вот пошло и пошло. Вот сегодня, как вы правильно говорите, кто бы ни говорил, если он говорит то, что сейчас мы обсуждаем и свое отношение к этой ситуации, к этому фильму и отношение свое к царю. Это не просто как к человеку, это тем более в православии он причислен к святым. Поэтому это очень важно для целой России и для русского народа и для всех остальных народов, населяющих Россию. Поэтому мы свое мнение, отношение сказали, выразили. Мы вместе сила. Когда мы едины, мы непобедимы. Раньше было на флаге написано, а сейчас, к сожалению, разделяю властвую. Ну ничего, у них ничего не получится. Я хочу сказать нашим зрителям, тем, кто нас слушает, некоторые могут относиться к этому разговору, ну, потому что им вообще дело не только для царя, а для своих родителей нету дела, да. Поэтому, чего бы вы ни думали, или кто бы там не хотел, там не смеялся бы над этим разговором, я вам хочу сказать, что у вас ничего не получится, и мы, по воле Всевышнего, будем процветать, Россия будет процветать и будет расти крепких детей, и будет православие, и будет ислам, и будут другие религии, населяющие эту страну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!